Валерий Казимирович Добрый день. Мы сегодня с вами поговорим о незарегистрированных сим-картах. Расскажите, что это такое, что это за явление. Незарегистрированные, как, проще говоря, левые сим-карты, это карты, которые ни на кого не оформлены. У нас есть такое место быть, или как правильно сказать, такие случаи есть, когда продают карты без оформления договора. То есть, это может быть даже и через объявления на Авито, но сейчас их все меньше и меньше, практически нет. Или же в каких-то торговых точках, ну, как правило, это небольшие магазинчики, какие-то киоски, ларьки, где эти сим-карты могут вам продать, не потребовав документы. А что грозит, если человек будет продавать такие незарегистрированные сим-карты? Значит, ответственность за это предусмотрена статьей 13.29 КОАП РФ. Это распространение сим-карт неуполномоченным лицом. То есть, если он не имеет недоверенности от оператора связи, ни агентского, ни субагентского договора, и продает эти карты, то есть, соответственно, он уже нарушает законодательство в области связи. И грозит, физическому лицу грозит штраф от 2 до 5 тысяч, должностному лицу от 5 до 50 тысяч, и на юрлицо штраф налагается от 100 до 200 тысяч. То есть, штрафы достаточно большие. И второе нарушение, которое может быть, это, даже если имеют право распространять сим-карты, значит, какая-то торговая точка, но не вносят в договор паспортные данные об абоненте, или же вносят недостоверные сведения, значит, это тоже. Это уже статья 13.30, не внесение или внесение недостоверных сведений. Штрафы там также на физическое лицо от 2 до 5 тысяч, на должностное там уже от 10 до 50, и на юрлицо те же самые, от 100 до 200 тысяч рублей. А кто занимается этой сферой деятельности? Контролем? Да. Контролем занимается, в общем-то, наша служба, Роскомнадзор, также органы правопорядка, то есть, полиция занимается, занимаются органы Федеральной службы безопасности. Ну, вот, допустим, мы совместно с полицией проводим эти рейды. То есть, я не делаю из этого никакого секрета, эти рейды мы проводим ежемесячно, не только в городе Рязани, а также в области. Вот, недавно были в Михайловском районе. Значит, почему с полицией, объясню. Ну, просто были у нас случаи, ну, слава богу, не у нас в регионе, а в Московской области просто стреляли в человека, то есть, сотрудники Роскомнадзора стреляли с травматического оружия. То есть, ну, человек пострадал, и поэтому сейчас строго на строго запретили самостоятельно проводить такие рейды, только, значит, вместе с органами правопорядка. Ну, и также вот эти вот мероприятия мы проводим на постоянной основе, то есть, где-то в начале года делаем совместный план вместе с органами правопорядка, с органами ОВД, и, соответственно, уже в соответствии с этим планом вот начинаем вот эти мероприятия проводить. Ну, так немножко по статистике, так как рейды все-таки ежемесячно проводят, становится ли этих точек больше или, наоборот, количество их сокращается? Да, точек, может быть, ну, наверное, все-таки сокращается. Сокращается почему? Потому что, ну, люди отказываются, когда попадают в неприятности. Вот я, допустим, вот расскажу такой случай, что тоже торговая точка, небольшой магазин. Значит, и пришли, ну, значит, там делать контрольную закупку. Ну, причем продавец проинструктировал, молодец, без паспорта не продам. Я говорю, хорошо, давайте тогда посмотрим документы на основании чего вы продаете. Доверенность или, там, агентский договор. А этих документов нет. То есть, получается-то вроде как, делаем все правильно, а в приоре вообще не имеют права эти карты продавать. И потом начинаем выяснять, то есть, вот эти вот владельцы этих точек говорят, а нам там, допустим, приехал какой-то молодой человек, вот предложил заключать эти договора, нам ничего не оставил, мы не знали. Тут же там начинаем все это сворачивать, то есть, все, больше мы этим заниматься не будем, то есть, себе дороже. Ну, хотя, ну, допустим, в Михайлове когда были, ну, тоже там торговые точки, ну, в принципе, такая же история, то же самое владельцы этой точки там говорят, вот мы, типа того, хотели там подзаработать какую-то копию. Это не возбраняется, ради бога, то есть, заключайте договоры, но вы, если что-то делаете, ну, новое для вас какое-то направление, вы, прежде чем этим заниматься, узнаете, допустим, что нужно, то есть, какие документы, то есть, как это все оформлять. Ну, чтобы не было нарушений, чтобы самим не попадать. Если о нарушениях продавцов мы поговорили, то что грозит людям, которые купят такую незарегистрированную сим-карту? Да ничего, то есть, административный штраф им не грозит, но просто люди, хотелось бы предупредить, что вот покупайте, если такие карты, вы можете просто попасть на деньги, мягко говоря. То есть, не факт, что эта карта на кого-то не была зарегистрирована, то есть, вы ее купили, вы ей пользуетесь, а в один прекрасный момент у вас с лицового счета деньги пропадают. Или второй момент. То есть, когда вы покупаете карту, там она, допустим, ну, даже там продавец вам ее продал, и там внесли недостоверные сведения туда. То есть, в течение 10 дней вот эту одну копию договора продавец обязан оператору связи представить. Оператор связи обязан проверить достоверность внесения туда персональных данных. Если они не будут бить, просто оператор обязан отключить, заблокировать эту сим-карту. То есть, опять же, получается, вы их купили, там, выкинули 100, 200 рублей за карту, у вас там еще какие-то денежки были, вы вам просто блокируете эту карту, и уже с претензией, соответственно, не можете пойти, потому что вы не абонент. То есть, опять, вот второй такой момент, может быть, неприятный. А что делают с изъятыми сим-картами? С изъятыми? Значит, ну, карты изымаются, ну, в первую очередь, когда нет доверенности или агентского договора, изымают его сотрудники полиции, вернее, сим-карты изымаются сотрудникам полиции. Потом они вместе с протоколом передают их нам. Эти сим-карты мы направляем в адрес оператора связи. То есть, через сим-карты с просьбой пояснить, каким образом они попали, допустим, в эту торговую точку. Как правило, операторы связи, они реагируют оперативно, то есть, служба безопасности у них работает хорошо. И потом, ну, был такой несколько... То есть, потом они вам докладывают, то есть, кто там агент или кто субагент. И если были нарушения, они, как правило, разрывают отношения с этим агентом. То есть, такие случаи были. А какие-то случаи можете рассказать с использованием левых сим-карт? Случаи? Да, да. Ну, опять же, смотрите, вот кому эти сим-карты левые нужны? То есть, если вы законопослушный человек, вы пошли, зарегистрировали где-то там в салоне связи или официального дилера. Вот эти сим-карты покупают, как правило, ну, всякого рода жулики. Это, ну, не секрет, что львиная часть этих карт, она где-то оседает в местах не столь отдалённых. Потом такими сим-картами пользуются, ну, как я знаю, ну, всякие вот... Ребята-перекуп какую-нибудь, битую машину там купят, подавились потом. Поэтому номер продали, дали объявление, через выкинули её, потом вы их не найдёте. Ну, и случаи какие из жизни? Вот реально, вот, маме моего друга позвонили, сказали, что он попал в аварию, надо деньги срочно там какие-то. Ну, начинают просто на деньги разводить. Второй момент, там тоже был случай, что звонят, даже вот наши сотрудницы позвонили. Говорят, вот сын там попался, мой, типа, полицейский, ваш сын попался наркотиками, вот нужно там, чтобы утрясти дело. Ну, тоже быстренько там денег привезти, там ещё что-то. Ну, как правило, это всё развод на деньги. Ну, какие ещё такие случаи-то? Ну, всякие, якобы, ну, какие-то розыгрыши, призов, так далее, тоже звонят. Вот вы выиграли там какой-то телевизор или ещё что-то, но вам нужны обязательно какие-то накладные расходы или ещё что-то. То есть вы денег вот туда перешлите. То есть, ну, как правило, это вот эти вот жулики пользуются этими картами, чтобы людей развести на деньги. Если с торговыми точками понятно, то идёт ли какая-то работа в отношении людей с незарегистрированными картами? То есть как-то этих нужно тоже вычислить, найти или... С незарегистрированными картами? Ну, опять же, то есть, если эта карта работает, оператор связи в течение определенного времени должен проверить, пусть карта на кого-то зарегистрирована или нет, и вообще это... Ну, то есть, о чём я говорил. То есть работают, проводят в первую очередь оператор связи. Он смотрит достоверность внесения данных. Если они не соответствуют, то есть эта карта блокируется. То есть мы физически вычислить это не можем, поэтому мы такую работу как бы не ведём. Кто там пользуется левыми картами, кто правыми. То есть, ну, это просто невозможно. Когда-нибудь сами использовали такие левые сим-карты? Никому не скажете. Честно использовал. Честно было такое дело, причём именно для того, чтобы как раз и выявить продавцов этих сим-карт. То есть они со своего номера звонили, а до этого тоже делали какие-то вот эти закупки сим-карт. Ну, к тому же, допустим, в водительскому удостоверению там много продавцы иногда. Хотя, по водительскому удостоверению, является документом, подтверждающим вашу личность. По нему нельзя регистрировать. Ну, бывает, что нам и продавали сим-карты по водительскому, но они у нас оставались. Мы просто эти карты использовали потом для того, чтобы опять же связываться с продавцами сим-карт, там, по объявлению или как-то, ну, чтобы потом их вычислить. Ну, и привлечь к ответственности. Такой вопрос, немножко углубляясь в историю. Как началась работа с незарегистрированными сим-картами? Как все это зарождалось? Как зарождалось? Ну, знаете, это где-то, наверное, активно начали мы заниматься этим года три-четыре назад. До этого это было, ну, скажем так, единичное случай. Просто даже к нам полиция обращалась, или нам присылали протоколы из полиции, мы рассматривали их. А потом уже, ну, по большому счету, поступила команда уже сверху, то есть все это, ну, как бы, поставить на рельсы, это уже на такие, на постоянной основе проводить эти мероприятия. Ну, потому что, да, есть ответственность, потому что есть обязанность, опять же, в закон о связи вносится, ну, всякие изменения, дополнения, которые касаются именно заключения договоров, поэтому, ну, просто такая работа необходима. А, ну, и напоследок, небольшие предостережения как владельцам торговых точек, так и людям по поводу незарегистрированных сим-карт. Ну, насчет абонентов я сказал, какие они могут риски нести. А насчет владельцев торговых точек, то есть еще раз, хочется, ну, может быть, повторюсь, то есть это не возбраняется. Пожалуйста, то есть заключайте договора, но при этом, в первую очередь, требуйте от этого дилера, который к вам пришел, документы, подтверждающие право, значит, если он является представителем оператора, пусть он, значит, вам дает доверенность. Это в первую очередь. В вторую очередь, значит, опять же, надо узнать, по каким документам можно регистрировать, по каким нет. То есть не обязательно по паспорту, есть несколько документов, есть билет моряка, есть какое-то удостоверение беженца, или как оно называется, то есть их несколько документов, по которым можно регистрировать. То есть надо знать этот перечень документов, необходим, необходим продавцу. Ну и, наверное, третий момент, то, что частенько так сталкивались, что следить, чтобы документы имели, значит, силу действия, потому что иногда берешь, у меня все есть, вот доверенность, смотришь, она кончилась там в прошлом году. Ну, как правило, заключили, потом забыли про нее. Потом, ну, вот тебе раз. Все правильно ты делаешь, но у тебя доверенность закончилась, как ты работаешь. Ну, вот такие вот вещи, то есть на это надо обращать внимание. Игорь Академирович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова